друзья всем привет решили прогуляться в лес на вчера у нас прошел небольшой дождик ну конечно дождик как слону дробина потому что лес сухой вот долгое время уже стоит жара но мы все-таки решили попытать судьбу и пройтись в лесок прогуляться вот только зашли в лес немножечко лисичек нашли и смотрите что тут позади меня нам сказали что грибов нет ну вот пожалуйста 1 подосиновичек бодренький 2 подосиновичек тоже бодренький так что сейчас посмотрим попробуем поискать пройтись по самым основным грибным местам нам известным ну и надеюсь нам улыбнется удача вот пожалуйста онлайн лисички опять же я думаю что-то на жареха да можно нагрести или на сушку или на сушку или может быть на баночку замариновать на нет смысла морочиться с одной маленькой баночкой в общем посмотрим главное грибов набрать поехали а и Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, ну вот, часик буквально побегали по лесу, скромный урожайчик Тут лисички, немного подосиновиков Изначально хотели посушить грибы У нас появился новый помощник на кухне, это дегидратор Вот в нем хотели грибочки посушить на зиму Но вы знаете, планы меняются на ходу Скорее всего, поскольку урожай скромный, сделаем пиццу по нашему любимому рецепту Но это Ксюша, чуть попозже она вам его расскажет и покажет А в дегидраторе мы сегодня сделаем, пожалуй, джерки Это мясные чипсы Очень вкусная вещь, я как-то делал, брал с собой в поход в Карелию Вот такая вещь, выручает, как закуски, перекусы Тоже этот рецепт уже с меня Ладно, обо всем по порядку, поехали домой Там все покажем и расскажем Итак, мы вернулись из леса, готовим на скорую руку обед Как говорили, как мы уже говорили, это будет у нас пицца Почему я решил с вами поделиться рецептом именно приготовления теста Так как оно очень быстро готовится, легкое, простое И из него блюдо получается сногсшибательное, скажем так Тесто мягкое, сочное, даже на следующий день Мы будем готовить с того, что у нас есть в холодильнике Все, что у нас было Ну, понятное дело, главный продукт, это нам нужна будет мука Также сыр, томаты, лук У нас была замороженная колбаска оставлена для этого дела И вот даже используем недоеденное яйцо на завтрак И плюс еще, конечно же, нужны будут дрожжи Это дрожжевое тесто Пачка 11 грамм с автомоментами И, конечно же, зачем же мы все это делаем У нас есть грибы, которые мы собрали И обязательно тоже их используем Ну, а вы можете добавлять все, что вы хотите на ваш вкус Все, что у вас имеется в холодильнике Огурцы малосольные, соленые, маринованные, оливки, маслины Все, что вы любите, все, что у вас есть, добавляйте Ну, а я делюсь с вами рецептом этого замечательного теста Обязательно напишу под видео состав, чтобы вы знали Ну, что, приступаем к готовке Итак, сначала мы в 250 миллилитров теплой воды растворяем пакетик дрожжей Туда же мы добавляем 1 столовую ложку сахара Одну чайную ложку соли И 3 чайных ложки подсолнечного масла Без запаха Все хорошо размешиваем Итак, растворили Отставляем в сторонку Муки берем 640 грамм и обязательно просеиваем Делаем внутри лунку И туда выливаем нашу смесь, которую мы приготовили вместе с дрожжами И замешиваем ложкой Затем добавляем 250 миллилитров крутого кипятка И быстро замешиваем сначала ложкой, потом руками В процессе замеса можете немножко добавлять муки В принципе, некоторые добавляют, смазывают руки растительным маслом Чтобы не забивать тесто мукой Ну, вот я больше мне почему-то понравилось именно делать мукой Не скажу, чтобы тесто забилось Этого объема хватает на стандартный противень Любой газовой либо электрической плиты Именно вот стандартный У нас маленькая духовка Именно электрическая В которой я люблю готовить Поэтому у нас будет один Ну, не все, скажем так, тесто будет использовано Из остатков я сделала пирожки с сыром Вот такое у нас тесто должно получиться Немножко, может быть, будет прилипать Но совсем чуть-чуть И все, приступаем уже непосредственно к изготовлению самой пиццы Ничего не раскатываю Сразу же на противне ее просто чуть-чуть разминаю руками Так, предварительно поддон засылаю пергаментной бумагой В этом году, кстати, купила бумагу на Валбересе Прямо 50 метров И бумага очень хорошая, к ней ничего не прилипает И можно использовать по несколько раз Очень экономично и очень выгодно Вот такими руками, движениями руками Соответственно, растаскиваем тесто по противню Формируем бортики В процессе приготовления тесто еще поднимется И будет очень аппетитно А главное, вкусно Да, главное, готовьте с любовью И все будет вкусно Вот такая у нас получилась пицца Точнее, заготовка пиццы Сейчас ее отправим в духовку на 180 градусов Где-то минут на 40 Ориентируйтесь по своей, опять же, духовке Если вы делаете на большой противень Соответственно, там времени нужно будет чуть побольше Потому что будет больше и теста, и начинки А пока будет запекаться наша пицца из остатков теста Я приготовлю пирожки с сыром Потому что у нас остался размороженный сыр И, конечно же, с грибами Сделаем такой небольшой эксперимент Я думаю, будет вкусно Итак, подошло время долгожданного обеда Вот такая замечательная пицца у нас получилась Из остатков теста такие вышли Замечательные аппетитные пирожки Будем обедать Нам приятного аппетита Ну а вам желаем всегда готовить с любовью С удовольствием Чтобы все получалось Если будете пользоваться данным рецептом Напишите в комментариях Понравилось вам или нет Какие ваши будут впечатления В общем, настало мое время Готовить вкусняшки И сегодня нам будет помогать Вот такая вот электрическая сушилка Для овощей и фруктов Также в ней можно готовить мясо Чем мы сегодня и займемся Рыбу Ягоды Травы И так далее Как вы поняли С грибами у нас пока не получилось Но я думаю, всему свое время Сейчас жара утихнет Пойдут дожди И пойдут грибы И мы в полной мере Можем позволить себе Насушить на всю зиму грибов В общем, вернемся к нашей сушилке В прошлом году Хочу вот заострить ваше внимание Было очень много яблок И тогда мы еще задумались Неплохо было бы сделать пастилу Из этих самых яблок Пастилу, как вы знаете Делают в духовках У нас газовая духовка Но вы представляете Лето, жара Газовая духовка И без того дурно Не выносить же ее на улицу А с помощью вот такой сушилки Тем более она комплектуется еще и поддоном Для пастилы Можно вполне себе Сделать эту сладость И в чем себе не отказывая В этом году Очень много слива Мы обязательно с вами чуть позже Попробуем по одному Из рецептов Вот из этой книги Которая идет в комплекте Сделать пастилу Из сливы Ну а сегодня На повестке дня У нас Джерки Из курицы Что ж, приступим Итак, наша сушилка Имеет пять вот таких вот Прозрачных пластиковых поддонов На которых мы Сейчас будем размещать Наши Будущие куриные чипсы Что мне потребовалось Для их изготовления Это куриная грудка Нарезали ее на тонкие Небольшие ломтики Добавили туда Самых любимых своих приправ У меня это Чеснок молотый Перчик черный Немножко хмели-сунели Чуть-чуть посолили И приправили это Все соевым соусом Так Промариновались они у нас Где-то Часов пятнадцать В общем, настало время Их выкладывать На поддоны И сушить Друзья, запахи стоят Конечно С ног сшибательные В общем, самое Кропотливое занятие Позади На четыре поддона Разместились Наши джерки Точнее, пока что Ломтики Куриного филе Один, пятый Остался Но не будем его пачкать Отложим в сторону Ну что, приступаем К процессу сушки В общем, начали мы процесс сушки Процесс этот Небыстрый Для начала Посушим два часа При температуре Сорок пять градусов Потом еще Часа три Четыре Будем пробовать В зависимости от готовности Посушим При температуре Семьдесят градусов У нас Сушилка Компании Jeff Grill Оснащена Вот таким вот Удобным Цифровым дисплеем Здесь Можно Выставить Температуру Точную Время Сушки С интерфейсом Разберется Даже ребенок Всего три кнопки Все очень Просто и удобно Помимо электросушилки В нашем хозяйстве Появился еще один Агрегат Этой же фирмы Но Пока сохраним интригу Чуть попозже Вместе с вами Его протестируем Друзья мои В общем В любом случае Результатами Использования Наших новых помощников Мы будем с вами делиться Ссылку на сайт Компании Jeff Grill Я оставлю в описании Проходите Знакомьтесь С ассортиментом Магазина Желаю вам Найти Своих Помощников На кухне Ведь сезон Заготовок В самом разгаре Ну а мы продолжаем Нашу сушку И позже Включимся Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои Это уже следующий день И наконец-то Наступает Долгожданный Момент дегустации Ну попробуем Что у нас получилось Напомню Что Сушили мы Нашу курочку При температуре 45 градусов 2 часа И потом Еще при температуре 70 градусов Еще 5 часов Скажу честно Это вкусно Это вкусно Правда Пикантненько Хорошо Под бокальчик пенного Самое оно Я конечно Тут немножко Отсебятинки Добавил Любим мы кунжут Добавил кунжута Но с кунжутом Немножко Переборщил И Получилось А что получилось Мы сейчас попробуем Перебор Да Перебор Чувствуется Кунжута А не курица Поэтому Если вдруг Будете что-то добавлять Аккуратнее Чтобы этого ингредиента Не было Слишком много И сейчас Самое время Опробовать Наше второе Приобретение Это Вот такой Вакууматор Очень давно Хотел себе В хозяйство Такую вещицу Тем более Скоро Мы поедем В гости К нашим друзьям И Вот этой Вкусностью Что у нас получилось Тоже хочется Очень угостить Их Поэтому Сейчас вместе с вами Опробуем Сей агрегат И попробуем Завакуумировать Часть Вот этих Джерок С собой В гости Итак В комплекте Поставки У нас Шли Собственно Сам вакууматор Сетевой шнур К нему Рулон Вакуумной пленки Инструкция По эксплуатации И шланг Для откачки воздуха Из контейнеров Но он нам сейчас Пока не понадобится Итак Отрежем необходимый Размер пленки Запаяем Один край Одному Первый раз Это не совсем Сподручно Правильно Сторону Кладешь Да Так До щелчков Закрываем И нажимаем Кнопку Запайка Интерфейс Очень простой Буквально Четыре кнопки В инструкции Все подробно Написано Так что Разберется Даже ребенок Так Процесс запайки Успешно Завершен Тихо Тихо Шов Видим Отлично Заполняем Содержимое Теперь уже Пакета Нашим мясом Итак Вот такой Пакетик У нас Получился Приступаем К процессу Вакуумации До щелчка Закрываем И нажимаем Кнопку Авто Закрываем Так Процесс Завершен Открываем Друзья Ну вот такой С виду Невзрачный Но я уверен Очень вкусный Пакетик У нас Получился Что можно Сказать Вакууматор Вещь универсальная Хотим В этом году Попробовать Сохранить Азимый Чеснок Который Поговаривает Лежит Так себе У нас Его родилось Очень много В этом году И Все Что останется После Посева После Всех консерваций Мы хотим Завукумировать И Тем самым Продлить Срок Его хранения Также В перспективе У нас Расширение Хозяйства Естественно Излишки Мяса Тоже Тут На помощь К нам Придет Вакууматор Мясо Можно Вакуумировать Оно тем самым Будет занимать Меньше места В холодильнике Опять же При пересылке Очень удобная вещь Вакуумируешь И не боишься За то Что Что-то где-то Протечет Либо Как-то Испортится В общем Режимируя Хочу сказать Техникой Компании Jeffgrill Я доволен Как и говорил Ссылку На сайт Компании Оставлю в описании Вам же Мои дорогие Зрители Хочу пожелать Хорошего настроения Богатых Урожаев Вкусных Заготовок Ну и Всего Самого Доброго И светлого До скорых Встреч Продолжение следует...